снова здравствуйте мы продолжаем наши встречи я вас рад виртуально видеть вы меня видите я вас не вижу конечно но спасибо что вы продолжаете быть вместе со мной мы говорили о том что текста апостола павла прочитываются предвзято и и неверно что апостол павел не учил евреев отступать от моисеева закона не учила отходить от еврейских традиций мы видели как община ранее общины еврейская община верующих в и шоу мессию ищет место в общине веры для пришедших к вере неевреев мы на самом деле опирались во всем этом на тексты священного писания из ветхого и нового завета то есть мы рассматривали библейскую перспективу то о чем мы говорим сегодня мы поговорим начиная сегодняшнего урока мы начнем говорить об исторической перспективе о том как развивалась христианская церковь исторически вот первые учителя шауль варнавы и другие полос пошли проповедовать неевреем а эти неевреи не были чистым листом эти веи были носителями уже существовавший у них культуры конечно же их учили о едином боге о боге авраама исаака и акова о том что идолы не боги и так далее но на самом деле никто из нас не становится внезапно сразу другим избавляясь от всех своих прежних представлений идеи так далее как правило мы все свои прежние идеи так или иначе вносим в свой новый дом иногда мы их пристраиваем иногда каким-то образом трансформируем так чтобы они помогли продолжать с нами жить мы делаем это не со зла это происходит естественным образом как само собой разумеющееся на самом деле даже когда апостолы проповедуют неевреем они уже подбирают какие-то слова идеи термины и не из еврейского мира а из мира языческого чтобы быть более понятными для для их слушателей это тоже довольно естественно и кажется логичным тем более их слушатели начинали привносить в свою новую веру какие-то прежние идеи я хочу показать на на примере из современности современного миссионерства насколько это на самом деле может быть губительно сегодня очень популярная идея инкультурного евангелия миссионеры проповедуя в других народах не библейских культурах ищут каким образом сделать библейские идеи понятными для тех кому они проповедуют и иногда сталкиваются с определенными трудностями потому что в культуре этих людей может просто не быть каких-то понятий к примеру например есть народы которые никогда не видели овец основное культурное животное в этих народах это свинья они пасутся тогда свиней и и так далее и миссионеры они видят выход в том чтобы на место как бы таких важных для народа израиля животных как овцы поставить важных и нормативных животных для этой культуры свиней и в проповеди евангелия для этих народов огнец божий превращается поросенка божьего я уж не говорю о том что для моего еврейского уха вообще звучит как кошмар но на самом деле для миссионеров не кажется кошмарным поскольку они не евреи им кажется это очень удачным выходом поскольку таким образом решается сразу очень много трудностей на самом деле происходит нечто другое рвутся внутренние смысловые связи внутри священных текстов свинья не чистое животное и и не никогда нельзя было приносить в жертву даже ной знал о чистых и нечистых животных и приносил в жертву богу только чистых животных нечистые животные не являются запретными для неевреев но являются запретными для жертвоприношений множество идей очень важных для правильного понимания библейского откровения исчезают теряются даже наоборот полностью переворачиваются при таком подходе и на самом деле очень часто этого привнесения культурных моментов трудно избежать но мы должны это понимать это происходило когда развивалась ранее не еврейская христианская церковь первое о чем бы мне хотелось сказать это то что весь тогдашний мир в который пришли апостолы с проповедью евангелия был поглощен восточными мистическими культами и зиды осириса адониса сераписа там тому за митры множество очень разно в этих культах было нечто общее нужно было пройти определенные обряды эти обряды и должен был совершать особый служитель жрец только он мог эти обряды совершать и через эти обряды человек обретал спасение через то что он соединялся с божественной природой своего бога в котором он верил которого исповедовал так вот на самом деле в этих культах в этих обрядах был очень важный аспект нужно было верить поэтому понятие вера конечно там существует нужно было верить в действенность обрядов нужно было верить что жрец обладает властью нужно было верить что то что совершается она имеет действительно действие и результат в моей жизни нужно было верить в учение этих культов тут нужно понять одну очень важную вещь в иудаизме в еврейском мире слово вера имеет очень специфический оттенок дело в том что в торе вообще нет существительного вера в торе слово вера существует только в виде от глагольных производных верить доверять быть верным потому что вера это способ отношений с господом богом способ выражения этих отношений построения отношений с господом богом идея в том что вера это вера в некоторые утверждения в догмы или в силу каких-то обрядов является чуждой для иудаизма но это часть вот этого мистического языческого мира и мы видим как эти идеи начинают жить и развиваться внутри зарождающейся церкви мы видим что появляется идея таинств через которые на самом деле спасаемые и получают и божественное естество спасителя и спасение на самом деле и так далее второе чем мы имеем дело это канон удивительно но иисус за всю свою жизнь и написал ни строчки до 70 года не было записанных евангелий и апостолы удивительным образом обходились без христианского писания они использовали для своей проповеди тору тонах то есть еврейские священные книги в них черпая все достаточное для того чтобы проповедовать и евреем и не евреем о милости божией о жертве миссии и так далее и собственно само учение миссии которая базируется на торе и танахи уже после смерти апостолов начинает формироваться то что мы сегодня знаем как канон нового завета на самом деле в ничего странного живые свидетели очевидцы событий у умерли и на самом деле нужно опираться теперь не на их живое свидетельство не на то что они живут среди нас она авторитетный текст на на свидетельство авторитетного текста это нормально тем не менее мы сталкиваемся с очень странной проблемой до канонизации новозаветных текстов верующий из язычников должны были иметь дело исключительно с еврейскими священными текстами формированием жену канона нового завета он стал восприниматься как самодостаточное писание я встречал своей жизни христиан которые искренне считали что на самом деле для веры в принципе ветки завета не нужен достаточно нового завета евангелие послание апостолу павлу что еще надо более того собственно если раньше мысль любая мысль любое основание для проповеди вытекала истор и нужно было обратиться к торе к танаху для того чтобы проповедовать в том числе и новый завет то сегодня на самом деле все смыслы стали извлекаться из текстов новый завет а потом уже каким-то образом экстраполироваться на тексты нового завета во первых это позволяет привнести в наше понимание новые смыслы ну как например вот мы говорили что павел учит об отмене тары для евреев а это в это невозможно верить если читать библию начиная с торы тора этому не учит тонах этому не учит иисус этому не учит если павел этому учит то он уже учитель но читая все задом наперед можно так верить поскольку если основание моей веры не тора а послание павла то неважно что говорит насчет тора и пророки важно что написал на этот счет апостол павел второе что происходит происходит смысловой разрыв между танахом и с верой христианской верой поскольку христианин живет в первую очередь в текстах нового нового завета и что самое главное что ведь на самом деле теряются очень многие важные смыслы из тора и танаха поскольку не иисус не апостолы не освещали все что содержится в своих письмах да все что содержится в торе и танахи они же их использовали для своей проповеди и для своего учения а записана какая-то часть в итоге возникло то что я называю обратная перспектива в чтении священных писаний это когда библию читают как бы задом наперёд начиная с послания апостола павла у евреев библия начинается с торы именно тору читают в течение годового цикла чтения священных писаний все остальное рассматривается конечно как богодухновенные откровение господа бога сам бог говорил через пророков но даже пророк ну мы определяем пророку 0 же пророк исходя из того насколько то что он говорит соответствует тому что бог сказал раньше вторе то есть существует некая поступательность откровению от торы через пророков и писание и тогда и в последние дни в бог говорил нам через сына до через мессию такая поступательность а при обратном чтении все начинается с послании апостола павла в лучшем случае с евангелий лично я глубоко убежден что верующие евреи и не евреи при таком подходе очень многое теряют поскольку такой подход вымывает очень многие важные идеи из божественного откровения конечно на самом деле для того чтобы человек как гэд был спасен чтобы мы были прощены что мессия ишо умер за грехи наши по писанию что был погребен и воскрес третий день по писанию что грехи мне прощены что бог на моей стороне этого конечно достаточно для того чтобы я обрел новую надежду на господа бога сотворившего небо и землю в вот в этом умершем за меня сыне божий мессии шо но на самом деле для того чтобы я правильно развивался для того чтобы я правильно строил общину для чтобы я правильно воспринимал бога этот мир божий замысел относительно этого мира место там израиля евреев неевреев мое собственное в этом мире мне нужно все божественное откровение а конечно в случае обратной перспективы все происходит совершенно не так становится достаточно только тем которые освещены например апостолом павлом в их послание я не отрицаю важность этих тем они актуальны были и конечно актуальны сейчас просто это не все что бог хотел нам сказать спасибо за внимание я благодарен вам на этом мы закончим наш сегодняшний урок до следующей встречи всего доброго мессианский центр возвращенные на сион из израиля ставит перед собой цель рассказать израилю о мессианстве и ишуа а также передать свежее послание из сиона присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте 3w.oasis.media.tv